Самуил Маршак Король, его величество, просил ее величество, чтобы ее величество спросило у молочницы, нельзя ли доставить масло на завтрак королю? Придворная молочница сказала, разумеется, схожу, скажу корове, покуда я не сплю. Придворная молочница пошла к своей корове и говорит, корове лежащей на полу, велели их величество, известное количество отборнейшего масла, доставить к их столу. Ленивая корова Ответилась просонья, скажите их величеством, что нынче очень многие, двуногие, безрогие предпочитают мармелад, а также пастилу. В мурмелад, в мурмелад! Придворная молочница сказала, вы подумайте! И тут же королеве представила доклад. Сто раз прошу прощения за это предложение, но если вы намажете на тонкий ломтик хлеба фруктовый мармелад, король его величества, наверное, будет рад. В тот час же королева пошла к его величеству и будто, между прочим, сказала Невпопа. Ах да, мой друг, по поводу обещанного масла, хотите ли попробовать на завтрак мармелад? Король ответил, глупости, король сказал, о боже мой, король вздохнул, о господи, и снова лег в кровать. Еще никто, сказал он, никто меня на свете не называл капризным. Просил я только масло на завтрак мне подать. На это королева сказала, ну, конечно, и тут же приказала молочницу позвать. Придворная молочница сказала, ну, конечно, и тут же побежала в коровий хлев опять. Придворная корова сказала, в чем же дело, я ничего дурного сказать вам не хотела. Возьмите просто кваши и молока для каши, и сливочного масла могу вам тоже дать. Придворная молочница сказала, благодарствуйте. И масло на подносе послало королю. Король воскликнул, масло, отличнейшее масло, прекраснейшее масло, я так его люблю. Никто, никто, сказал он и вылез из кровати. Никто, никто, сказал он, спускаясь вниз в халате. Никто, никто, сказал он, намылив руки мылом. Никто, никто, сказал он, съезжая по перилам. Никто, никто не скажет, будто я тиран и сумасброг. За то, что к чаю я люблю хороший бутерброд.